Управление внутренних дел Брестской области возглавил Фёдор Балейко, который до назначения с 2008 по 2014 год возглавлял УВД Могилёвского облсполкома. Генерал-майор – высокие моральные качества и рекомендации как верного своей профессии сотрудника и опытного руководителя подразделения. Это и стало определяющими факторами в выборе нового начальника управления внутренних дел Брестского облсполкома. Требования традиционные, начальник УВД и по должности, и по предназначению обязан обеспечить на Брестской земле торжество закона, правопорядок, проведение всех мероприятий в соответствии с нашим внутренним законодательством государственным. С этой целью и именно этот человек был подобран на данную должность. К сотрудникам УВД и его новому руководителю обратился глава области Константин Сумар, подчеркнув, что криминогенная обстановка на Брещене, благодаря слаженной и эффективной работе милиционеров, находится на достаточно низком уровне. На протяжении последних семи лет показатели количества преступлений в регионе только снижаются. С новым руководителем, уверен Константин Сумар, кривая диаграмм опустится еще ниже. Да, системная работа местного органа власти, милиции, общественности и тем более всех силовиков, которые как раз присутствуют в этом зале в нашей области, позволили уже в течение последних семи лет ежегодно сокращать в области количество зарегистрированных преступлений и иметь самый низкий показатель уровня преступности среди регионов Республики Беларусь. Это очень хорошо. По-любому деле надо все-таки идти в пирог, не засидываться на тех результатах, которые мы сейчас имеем. Я говорю мы, потому что я не деля ни в коем случае исполнительную власть от наших силовых структур. К своим обязанностям Федор Балейко приступит уже в понедельник. Новый руководитель с обстановкой в регионе ознакомился. У него есть планы будущей работы. Работу свою начнем с того, что изучим акты и будем принимать меры по устранению тех негативных моментов работы милиции, которые они есть. Ну и естественное ознакомление с территорией, с сопутствующими нашими подразделениями.